доброе утро иван добрая вот мы и на старте давай посмотрим где мы вообще видно хоть что-то тут ну через часик может расцветет ты как готов десяточку навалить эмоции переваливают да ладно давай честно признаюсь ты спал хорошо ведь я спал нормально я вообще отлично не волновался не знаю почему вроде как готовился к этому событию но ничего такого не было на душе я что это мелатонин я выпил вот очняк я отлично спал олеся хорошее дело иди сюда пилим контент рассказы как спалось насколько это было но это это норма понимаешь вот смотри у тебя никогда такого не бывает и просыпаешься и понимаешь что кровать криво стоит в туалет сходила выходишь начинаешь двигать ладно ребят я просто одну серию снял заливаю сейчас на инстаграм туда на youtube позже зале сегодня у нас вторая серия до надеюсь гидрике в рассвет как вам спалось никто не двигал никто ничего не не двигал поэтому все было прекрасно супер поздравляю ты самый счастливый человек из нашей команды здравствуйте как вы оцените ваши шансы на десяточке а ты сколько десяточку плывешь отлично сиван сиван же был проще намного мне кажется проще и сложнее но вот как для тебя для меня это вообще вальхало рейс был сиван я думал я умру там хорошо все давай увидимся до финиша спасибо я всегда готов ваня ты меня спас это плавки которые дал мне ваня потому что я лошара забыл забыл дома плавки да я намазался это супер тренер сергей сергей уходят из кадра потому что он не любит сниматься но мы его догоним суперзумом все ваня удачи тебе я тоже чтобы сделал из трех часов чтобы сделал первое место в своей возрастной категории давай ты красавчик попробуем олеся тебе тоже удачи потому что ты полезешь чуть чуть позже мы еще будем в воде все давайте пока а Давай, 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 побыстрее! Ты посмотри, сколько тебя народу ждет! Дима, Дима! Красота! Итак, мотор. Иван, собственно, хотелось бы знать ваше впечатление вообще об организации этого заплыва. Сам заплыв, как вы себя чувствовали на дистанции, как ты разложился вообще? Было ли тебе холодно плыть только в плавках? Или подожди, ты был без плавок, я точно помню. Я вижу, кто-то голый плывет. Ну, в принципе, такие простые вопросы. Ну, заплыв мне понравился. В целом, было немножко усложнение из-за волн, потому что были волны вот на части, которые выходят в море. Была соленая вода, она задавала дискомфорт, особенно на втором круге. Да, но, вот, плюс-минус. Все было классно, без боли, без страданий каких-то. Проплыл десятку, отработал хорошо. Вот. В принципе, мне все понравилось. Как разложился? Собственно, с самого начала зацепился за сильного пловца. Ну, как за сильного? Примерно в одном темпе со мной плыл парень, я за ним зацепился, чтобы немножко вработаться, не топить и сэкономить силы. Где-то километра через два я решил его обойти, включился в работу, но понял, что плыву с ним одинаково и смысла в этом никакого нет. Поэтому я обратно зацепился за ним и тупо плыл на ним, наверное, первые четыре километра. Вот. Затем пришло время поработать самому. Я вышел где-то, оторвался на метров двадцать. Но потом он меня достаточно быстро догнал на первом повороте. Вот. И, собственно, я получу дистанцию, пытаясь его догнать. Слушай, а это вообще отлично, когда у тебя есть соперник, да? Ты его сам себе поставил соперником, и такая борьба идет, и ты работаешь. Работаешь, работаешь. Это можно как пейсмейкер, да, можно как мотивация. То есть, как бы я дал себе указание, то есть, работать жестко, не жалеть себя. Класс, класс. И я вот, собственно, так и проплыл. Собственно, первую, наверное, пятерку, мы где-то в минуту с ним разминулись. Ну, вот и вторую, плюс-минус полторы, так же мы и финишировали с ним. Класс. Ну, 2,50 звучало бы лучше, конечно. Ну, 3,25 вообще огонь. Что еще могу сказать? Ну, вот, встретил ребят по пути. Они... В море, что ли? Да, ну... Поболтали, нет? Тоже плыла пара. Да, мы с ними так поболтали. Ну, скорее, он со мной поболтал. Я тоже решил немножко отдохнуть, утепился за ними. Притом плыл на пара. Он был сильный, молодой человек из Казахстана. И, ну, кто-то за ним, видимо. И вот они плыли вместе. Я встал между ними вот так. И поплыл вот так, третий. В какой-то момент он поворачивается ко мне. Говорит, слушай, давай срежем, как на предыдущем круге. Ага, читер, читер, да, завелся? Я такой говорю, слушай, извини, а мы с тобой разве плыли всю дистанцию? Он не понял, короче, и поплыл дальше. И я понял, что у меня появился новый конкурент. И я должен топить, чтобы даже... Даже учитывая то, что он срезал, ты должен догнать его, не срезая. Совершенно верно. Поэтому я включился в работу и доплыл. Слушай, ну ты вообще красавчик. Ты прям пример. Я, если честно, равняюсь пока на тебя, Ваня. Твоя психологическая подготовка военная помогает тебе, наверное, только. Ладно. Тренировки. А ты тренируешься, что ли? А ты? Ну, я да. Сейчас расскажу, сейчас расскажу. Сейчас поснимаешь. Ты тоже думаешь начать. Тоже думаешь, красавчик. Ладно. Здесь есть три слоя, и здесь есть промо-код, как можно регистрируть на три слоя. Это на сайте. Тренировки. Там, наверное, я тебе что-то вообще малое. Такая схема, может. В первую очередь Сергей Петчугин. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это было намного сложнее, десятка, и как память о ней он отдает мне эту награду. Капец. Ну просто. Такой жест. Я счастлив. Это вечная память о Сереге. Спасибо. Наши ребята. И на первом месте Дренья Малдер. Так, 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 так. Ну все, старт закончен. Десяточка прошла. Так, рассказывай, что веселее, Сиван или... Сиван веселее. Сильно веселее, да? Сложнее было на Сиване? Эпичнее. Блин, ну мне, мне сильно было сложнее на Сиване. Я первые 45 минут плыл сочинским брасом, дрыгал ногами. У меня вообще какой-то вертикальный был брас. Вот, ну да. Вальхало Рейс был. Я помню, что у тебя с его икры. Ну, чтобы вообще не раздевал. А, да-да-да, было. Я вообще там без ног потом плыл. Ну а здесь, ну, здесь легко. Комфортно. Комфортно, легко. Соленая вода, нет? Ништяк? Ну, я был готов морально к этому. Не замерз? Не, вообще, кстати. Один раз очень. Так, чуть подзнобил, а потом комфортно. Очень комфортно. Класс. Красавчик. Это первая твоя десятка, нет? Поздравляю. Моя тоже. Спасибо, огонь. Все, супер. На Сиване, конечно же. Не, на Ла-Манше. Не, на Ла-Манше. Ан-Лан, там по-другому. И в первом месте Казахи рулят. Казахи рулят. Ваня, молодец. Казахи, красавцы. Мотор. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте. Я в шоке от ваших результатов. Это тумбочка 50+, категория. Время лучше, чем у меня, молодого парня. Разница полчаса. Вот. Ну, в общем-то, пару вопросов. Как вам вообще эта десятка? Легко-нелегко? Вот. Как организация всего этого старта? Ну и в целом. Праздник. Организация прекрасная. Просто я не люблю, когда большие волны, как сказать, и это как бы меня выворачивает. На волнах немножко укачало. Да, да, укачало. Конкретно. Я просто вышел и регионал. Просто это не мог. Олеся Каргавусин. Я скажу, по результату мог намного лучше, как сказать. Но это как бы волны, волны меня взбивают с темпа. Класс, класс. Супер. Я тут просто ребят тоже расспрашивал. Тоже жалуются на волны. Мне лично они дались, волны хорошо. Вы с Иван не плыли в секс-вотер, нет? Нет, нет. Вот это настоящее было испытание. Это было... Это такие, как сказать, наркотические. Мне там даже драмина не помогла. Я выпил драмину, которая от укачивания. Две таблетки. Даже так, да? Да, и она мне не помогла. Поэтому первые 45 минут я плыл брасом, борясь с этими волнами, чтобы в кроль не переходить. Переходишь в кроль, и тебя просто начинают рвать там на части. Супер. Спасибо. Поздравляю. Удачи. Итак, мотор. Олеся, добрались и до тебя. Ты тоже у нас чемпионка. Что ты там заняла в своей возрастной группе, да? На пятерочке второе место. Вообще офигеть. Да, 30 плюс второе место. Сама не ожидала. У Вани тумбочка, у тебя тумбочка. Один я только лошара последний. Ну ладно. Давай. Стандартные вопросы. Какие же они, черт, убери? Как тебе вообще удалось это? Ну, там, ребята, кто-то жалился на волны, кто-то на соль. Питалась ты, не питалась. И все такое. Ну и в целом удалось мне легко. Можно было и поднавалить. Потому что я вот чувствую, что даже у меня вкусный день. В 850, наверное, не поднимался по ощущениям. Было немножко комфортно из-за того, что соленая вода. Я надеялась на то, что я найду полис питания. А в итоге я как-то его пропустила и не пила, не ела ничего. Ты знаешь, это огромный корабль, с которого в рупор орали еда, вода. Я смотрела и как-то вот, когда я проплывала, видимо, никто не орал. И лодка какая-то была, она наоборот отплыла от меня почему-то, когда я в ее сторону подалась. Ну, в целом, мне понравилось. Скажем так, как обычно, первые километры, первые два километра, они были такими въезжающими, когда ты только начинаешь втягиваться в работу. А потом как-то пошло, и единственное, что меня подвели часы, они в какой-то момент стали на паузу, и поэтому у меня трек не 5 километров, а 4 получился. Вот. И я даже не следила за временем. Второе место в возрастной категории для меня, это неожиданность, приятная. Класс. Ну, нам все понравилось. Единственное, были моменты с тем, что тяжело было ориентироваться на буи, которые направлены были против солнца. И здесь какой-то буи, который находится в 500 метрах, когда тебе светит солнце в лицо, немножечко некомфортно. Ну да, да. Слушай, а вот еще вопрос. Мужики были, которые брасом плывут и широко ноги? Да, попался один, пришлось его охранять. Ну, как-то первую половину дистанции до разворота выплыли группой, а потом, когда развернулись, видимо, народ начал потеряться. Одни поплыли на питание, другие, видимо, поплыли к одним буям. На внешней части мыса вообще все разбились. И, по сути, я одна доплывала, видела там впереди себя группу, как-то пыталась ее догнать. Ну, вот, в целом, так-то так получилось. Нет, кайф был очень здоров. Ты как Ваня не работала, а у тебя не было какого-то соперника, за которого ты зацепилась и такая, так, сейчас я тебя обгоню туда-сюда. Я осталась, я, вот говори, первую половину пыталась цепляться, но работать я могу только за Ваней, потому что только он быстро плывет. А все остальные плывут для меня медленно, поэтому мне приходилось их обгонять. То есть мне нужен пейсер. Сколько ты плывешь? Минуты 30, да, на сотку? Минуты 40. Минуты 40. Так, короче, ладно. Какие планы на следующий год? Ну, как минимум, Руза, она есть у меня уже. Наверное, Волга. Наверное, с вами Севан. Севан, Севан обязательно. Надо все видеть, но сейчас Новый год наступит, как мы планируем. Мало ли 100, как говорится. Гуд, отлично. Ладно, поздравляем тебя еще разочек. Спасибо. Давай. Мало ли 100, как говорится. Мало ли 100, как говорится. Поехали. Вел Диумаций Миле? Вел Диумаций Миле это уже другое. mal быARI. Cities побывал. Может, чем попробовать? Поехали. Мотор. Ну что, Дим, прошли сутки с твоего первого заплыва на 10 километров. Поделись впечатлениями. Какие мысли испытываешь, какие выводы сделал, как вообще в целом прошла дистанция? Так, окей. Собственно, по организации все круто. X-Waters в первый раз проводили это в Дубае. Конечно, хотелось бы больше праздника, больше музычки на старте, какой-нибудь, как на Iron Man выстрел из пушки и в бой. Ну ладно, неплохо. Собственно, как прошел заплыв? Я думал, что я фигачил, работал как конь и греб эту воду из-под себя. Но оказалось, что я просто медленная обезьянка и проплыла за 4,5 часа, что было для меня самого очень-очень удивительно. Потому что изначально я же очень такой амбициозный, поставил себе план 3,5 часа. Думаю, ну беговой марафон же я пробежал за 3,20, да, а на воде 10 километров сравнивают как с марафоном там 42,2, да. Ну, наверное, я проплыву. Вот. На тренировках в бассейне уже стало понятно, что я точно не проплыву. Вот. Учитывая то, что отменили гидрики, это вообще там 200% никак не добраться. Думаю, ну ладно, из 4 часов было бы круто. Ну, 4,25, это, конечно, весело. Да, я очень недовольен своим результатом. На самой гонке, как что было, цеплялся за двух девочек. Казалось, как будто они спарены вдвоем, но нет. Они просто рядом вместе командой такой фигачили. Было очень интересно. После 6 километров я ненавидел эту гонку, реально не понимал, почему я здесь нахожусь. Я уже не получал никакого удовольствия. Не потому, что я устал, мне было тяжело. Вот ребята рассказывают, были волны какие-то, да, там. Я кайфовал таких волнов. Из-за соли. Разъедать стало нос очень сильно. Я прям специально, когда плыл, делал такой мощный выдох, чтобы хоть как-то, я не знаю, на доли секунды вот это сжение, чтобы ушло. И вот, да, после 6 километров, 4 километра я плыл и прям страдал. Я думал только об этом. Я забыл про технику, про все, про то, что надо там наваливать, куда плыть. Ну, да, я там выглядывал, смотрел. Вот. И вот это раздражение там, потом покажем на видео, как я выхожу. Вот. Я прям без особой радости, как бы я понял, что я совсем уже по времени там посрался. Вот. И... Ну, вот так вот, собственно. Так, подожди, что-то еще хотел интересное сказать. Ну, какие планы надальше? Что будешь делать? А, ну... Что поменять в тренировочном процессе, в питании? В тренировочном процессе я абсолютно точно ничего не поменяю. У меня супер прекрасный тренер Сергей Пичугин. В смысле, он стал первым в солюте на десятке. Вот. И не нужно ничего менять. По поводу самого себя, питания, там, телосложения. На видео будет видно, что я встал как горилла. Вот. Я примерно с июня, с июня месяца начал есть много спортпита. Покажи банку свою. Да нет, банки, руки-то я не качаю. Надо раздеваться, там, тресер все. А я фоточки потом приложу. Вот. Начал есть много белка, добавил. С августа месяца поменялся тренировочный процесс. У меня уже не было круговых тренировок в зале. Не было вот этих закисляющих тренировок, когда я делал, там, много повторки. Допустим, там, приседания. Три подхода по 250 раз, когда у тебя горят мышцы. Да? Вот. Это... Ты входишь такой, у тебя, скажем, процессы катаболизма преобладают над процессами анаболизма. И учитывая то, что я питался чисто растительной диетой, ну, веган, можно сказать, да, не было вообще животных продуктов, то количество белка в пище, оно меньше. Плюс вот эти закисляющие тренировки каждодневные, да, естественно, ты теряешь мышечную массу. Вот. Тебе легче от этого. Вот. Сейчас я поднабрал. Набрал так хорошо, и... Казалось, что я вроде работаю в воде, прям в грибу. Но вот как вы меня поснимали, я такая медленный-медленный, еле вышел из золи. Вот. Вот. Следующая орта, 14 километров, это конец июня. И что-то мне подсказывает, что я должен ее проплыть быстрее, чем я проплыл здесь десятку. Ты обязан просто проплыть ее. Да, там будет пресная вода, там будет вся дистанция по прямой, пресная, спокойная вода. Я возобновлю свои круговые катаболические тренировки. И я постараюсь похудеть, там, до 77-76 килограмм. Вот. И под руководством Сергея, я думаю, все достижимо. Вот. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что ребят как пустыня ну слушай на нормально мне на самом деле легко удалось то что он делал по варханам по сравнению с реактивным самолетом конечно ты летал на реактивном самолете на турбовинтовом ничего себе это про то что не рассказывал сюда дух прям реально захватывает здесь как бы еще ну то есть я думаю мне тошнит сейчас будет вот это все троллейбус у вас понятно спасибо давай пошел красавчик так это у нас